Что будет за сокрытие имущества, доходов, накоплений? На самом деле есть лазейки и выходы, как супругу сохранить активы, которые на него оформлены. Финансоуправляющие, кредиторы могут подать ходатайство о неосвобождении вас от долгов. Что будет с должником за сокрытие имущества и доходов? Всем привет, с вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, 250 плюс дел, эксперт в банкротстве физлиц. Почему я решила записать это видео? Многие должники не знают, что все имущество после признания их банкротами включается в конкурсную массу и составляет конкурсную массу, за исключением единственного жилья. И еще ряда имущества, у меня есть об этом отдельное видео. Или знают и задают следующие вопросы. А что если мне какой-то актив не показывать в суду? А что если мне будут какие-то поступления помимо доходов в процедуре, можно ли их как-то сохранить и исключить? А что если я свой автомобиль разберу по запчастям? И так далее. Так вот, в этом видео я расскажу, что будет за сокрытие имущества и дохода. Если вам это интересно, поддержите меня, поставьте лайк или напишите комментарий. А также досмотрите видео до конца. Я расскажу, что можно делать с имуществом и доходом до банкротства. А также как взаимодействовать с финансовым управляющим, чтобы с вас были списаны все долги. Представим ситуацию. Суд признал вас банкротом и ввел процедуру. Что дальше? Суд утверждает финансово управляющего. Это ключевое лицо в банкротстве и обязательное. И тем самым судебным актом наделяет его полномочиями. А именно выявление имущества должника, сохранность имущества должника, пополнение конкурсной массы, погашение требований кредиторов за счет продажи имущества должника. Надеюсь, я вас сейчас не сильно напугала. Но после выполнения финансовым управляющим всех мероприятий, процедура банкротства завершается и добросовестный гражданин освобождается от всех долгов. Итак, после утверждения финансово управляющего, последний делает запросы в государственные органы, как раз целью выполнения предусмотренных законом мероприятий и обязанностей. Финансово управляющий делает запрос в госорганы, ГИБДД, Гостехнадзор, ГИМС, Росреестр и иные. Там целый список. Финансово управляющий запрашивает сведения по вам и по вашему супругу. Даже если был развод, все равно запрашивает сведения. А здесь имеет значение, что был развод в течение трех лет до даты возбуждения процедуры банкротства. Поэтому перед банкротством быстренько развестись, перевести все активы на супруга не получится и тем самым сохранить эти активы. А государственные органы, в свою очередь, обязаны предоставить сведения, которые запрашивают финансово управляющий по должнику и супругу должника. Поэтому финансово управляющий выявит все имущество, которое зарегистрировано за вами, за вашим супругом при наличии и ранее, что было за вами зарегистрировано, также установит. Кто-то спросит, при чем тут супруг? Поэтому разъясняю, все имущество, которое куплено в период брака, вне зависимости, на кого из супругов оно оформлено, вне зависимости, кто является титуальным собственником, является совместно нажитым имуществом. У нас действует презумпция общей собственности. Поэтому, если имущество куплено в период брака, и даже если оно оформлено на супруга, половина принадлежит от этого имущества должнику. Имущество, вот это общее, оно включается в конкурсную массу. А конкурсная масса формируется для того, чтобы погасить требования ваших кредиторов. На самом деле есть лазейки и выходы, как супругу сохранить активы, которые на него оформлены. Минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Первое, это бесплатная консультация на предмет, подходит ли вам банкротство. Замечу, что я провожу процедуры под ключ по всей России. Далее, для вас, мои уважаемые подписчики и кто смотрит это видео, у меня доступна лекция по самостоятельному банкротству. Я понимаю, что у многих из вас нет денег на юристов, поэтому в лекции я разбираю, как собрать документы, как самостоятельно подготовить заявление для суда, где найти арбитражного управляющего и так далее. За смешные деньги вы получите информацию, как самостоятельно провести процедуру банкротства и сэкономить на юристах. А также я обучаю новичков и всех желающих, как зарабатывать на банкротстве физлиц. Еще что важно, финансовый управляющий делает запросы в пенсионный фонд и в налоговую. Финансовый управляющий получает все необходимые сведения по размеру вашей пенсии, по размеру вашего дохода, по размеру отчислений и так далее. А также финансовый управляющий узнает, кто ваш работодатель. А также банки уведомляют финансового управляющего о наличии открытых на ваше имя счетов и об остатках на них. И финансовый управляющий, в свою очередь, как правило, запрашивает выписки по всем вашим счетам. Открытым, то, что предоставили финноуправляющему банки, и даже по закрытым счетам, эти сведения он берет из ответа из налогового органа. Поэтому скрыть накопление имущества дохода не получится. Что будет за сокрытие имущества доходов накоплений? Финансовый управляющий, кредитор могут подать ходатайство о неосвобождении вас от долгов, и суд от долгов вас не освободит. На основании пункта 4 статьи 213.28 закона о банкротстве. Сейчас расскажу, что можно делать до процедуры банкротства, и что делать, если вам финансовый управляющий направил требование о предоставлении тех или иных сведений. Но прежде попрошу каждого, кто смотрит, подписаться на мой канал, поставить лайк, если видео вам интересно и тема актуальна, а также написать какой-то положительный комментарий. Если у вас есть какие-то накопления, сбережения, не особо большие суммы, которые не позволяют погасить ваши долги, их можно снять перед возбуждением процедуры банкротства. Возможно, потребуется обоснование, куда вы потратили деньги. Важно, если будут какие-то поступления в процедуре банкротства, эти суммы будут включаться в конкурсную массу. У меня был пример в моей практике, когда денежные средства поступили должнику в процедуре на корпоратив. Все скинулись и перевели деньги на корпоратив должнику, который в процедуре банкротства. Эти деньги были включены в конкурсную массу. Можно ли снять автотранспорт с учета перед банкротством? Да, можно снять с учета. У меня было много таких дел и процедур, и все завершены освобождением от долгов. Это актуально именно для каких-то тарантасов, которые утеряны, сгорели, которые не нужны. А также это актуально, если вы продали ваш автомобиль какое-то время назад, и новый собственник не переоформил это имущество своевременно в органах ГИБДД. Если вы вдруг решили сохранить ваш актив через сделку, к примеру, ваш любимый автомобиль, и вы не готовы с ним расстаться в процедуре банкротства, что я в принципе не рекомендую делать, сохранять активы перед банкротством, но тем не менее, не нужно дальше продолжать пользоваться этим имуществом. Продлевать страховку, к примеру, или оформлять на свое имя, попадать в ДТП и так далее. За сокрытие имущества чревато неосвобождение от долгов. И плюс сделка может быть оспорена. Что делать, если финансовый управляющий вам направил требование о предоставлении ему той или иной информации? Вы обязаны предоставить все имеющиеся сведения, которыми вы владеете финансовому управляющему, а также документы, которые он запрашивает при их наличии. Сотрудничайте с финансовым управляющим. Не нужно качать права, не нужно утверждать, что я плачу деньги и депозит, ты обязан мне все сделать, я ничего делать не хочу. Будьте разумными и тогда с вас будут списаны все долги. На этом по теме видео все. Если вам было интересно, полезно, поддержите меня, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. А также, если вам нужна бесплатная консультация, подходит для вам банкротства, все официальные контакты в описании.